Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Приветствую вас, друзья, дорогие, которые находятся далеко от нас, но вместе с нами сегодня на богослужении. Перед нашей общей церковной молитвой я желаю поделиться местным священным писанием и коротким рассуждением, а потом мы склонимся и прославим нашего Господа. Писание, которое в основе будет, это книга-притчи, 3 глава, 5-6 стих, Притчи, 3, 5-9. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Дорогие друзья, мы живем в этом мире окружающем, который предлагает массу всех возможностей для всякого возраста, для наших детей, которые учатся еще в школе, и они думают, куда нам направить силы, свою энергию, когда мы развиваемся, спорт, увлечение, чем заняться? Приходит возраст юности, когда вопрос становится избрание профессии, куда пойти, что избрать, что будет хорошо для меня, что принесет благо для меня, что мне нравится, приходит в возраст юность, когда молодые люди смотрят и с желанием создать семью, спутника жизни, спутницу, как избрать, кого увидеть. И мир предлагает много, информации очень много. Но вот здесь нам мудрость говорится. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Стези, то есть стопы наши, ноги наши, пути наши, куда нам в следующий раз наступить? Он, Бог, направит нас. Мы, люди, не видим будущности. У нас нет предведения. Бог ограничил нас. Мы видим, вот историю знаем и сегодняшний день. А что будет сегодня вечером, мы можем только планы строить. А Бог, единый Бог, Он имеет предвидение. Он знает наперед. И Он о каждом из нас имеет намерения добрые. Люди мира этого, они желают проникнуть в будущность и обращаются к гороскопам, ко всем прочим, чтобы узнать, а что же ожидает. Я благодарю Бога, что у нас есть Бог живой, Который говорит нам. Всем сердцем твоим надейся на Него и на разум свой, не полагайся. Наверное, всегда так было во все времена жизни. Молодое поколение, оно считает старшее поколение, ну, немного отсталым, неперспективным и полагается часто на разум свой. Когда мы говорили вот о юности, когда выбирают спутник и спутницу жизни, для меня, знаете, пример остался, когда мы были еще там, на том берегу океана жили, и в нашей церкви пришли новые люди, пришла пожилая женщина. Она обратилась в молитве покаяния, она желала принять святое водное крещение. И когда было испытание или собеседование с церковью, она обратилась и говорит, я выросла, родилась и выросла в христианской семье. Потом, когда пришла юность, и я смотрела на спутника жизни на стороне, и мне предложил молодой человек, родители мои были против, этот человек не знал Бога и не хотел с Богом знакомиться. И они меня оберегали, но я, говорит, думала, что я знаю лучше, я люблю сердцем своим. И разумом своим решила, вышла за него замуж. И говорит, после замужества мое посещение церкви было закрыто. И вот только теперь, когда мой муж умер, я пришла в церковь. Ее отец был, старшее поколение его знает хорошо, Кузьма Трифонович, благодатный служитель. И она говорит, молодые девушки, никогда не выходите замуж за человека, который не идет за Богом. Не сердцем своим, не разумом своим, а он управит стопы. Есть путь, который предлагает Бог. И тогда вы не ошибетесь. очень важно, чтобы нашим советником был Бог. Знаете, Бог не говорит нам и в Библии не написал предписание, как нам поступать, и будет правильно. Он желает нечто большего. Он желает быть с нами. Он желает быть внутри нас Духом Святым. Он желает руководить жизнью. И эта новая жизнь начинается на Голгофе, в молитве покаяния. Дорогие молодые люди, когда перед вами становится выбор, а какую профессию мне избрать? Очень важно, знаете, чтобы был добрый наставник, кто-то посоветовал. Может быть, первым советником могут быть родители. Не пренебрегайте этим. Знаете, в прошлом году наши друзей, которые живут там, в Германии, в их семье случилась большая трагедия. В их родстве молодой человек, он заболел болезнью, и это к смерти было. Но знаете, самое страшное, что? Когда к нему пришел капеллан, чтобы иметь беседу с ним, он его отверг. Я говорю, не хочу слышать о Боге ничего. Когда пришли родители, и они видели, что он угасает, и его жизнь заканчивается. И он у родителей взял обещание, говорит, пообещайте, на моих похоронах одного слова о Боге не будет. Я не хочу ничего слышать. Представляете, какое озлобление против Бога, какое противление против Бога. Этот юноша, он вырос в христианской семье, ходил в церковь, ходил в воскресную школу, а потом избрал профессию, которая понравилась ему очень. А профессия была археология. Хороший предмет. И он увлекся им. А знаете, что стоит в археологии, в основании? Как в большой сказке. 20 миллионов лет до нашей эры. Атеизм, отвержение Бога, отвержение творения. И, кстати, ему и болезнь эта пришла от археологии. Они раскапывали, и в этих могилах копались, и вот он эту заразу подхватил. Но самое страшное, что он сознательно отверг Бога, о котором слышал и знал. Я не знаю, был ли он членом церкви или нет. Но трагедия у наших друзей была вот такая, когда они хоронили и знали, что он сознательно отверг и идет в вечную погибель. Как важно найти профессию, которая была бы благословением для нас, для нашей жизни и для жизни вечной. Это жизнь короткая, промежуток. Рождение и смерть – это короткая жизнь. У кого-то 25, у кого-то 40, у кого-то 50, у кого-то 90, пусть 120. И вечность с Богом. И Господь желает эту вечность, чтобы мы провели с Ним, с Творцом нашим. И Он желает иметь личное отношение с тобой. Лично. И Он желает иметь отношения эти всегда. И Бог может разговаривать с нами через Писание. Когда мы читаем, и Господь открывает это Слово. Дорогие друзья, дети, подростки, молодежь, вы читаете Писание? Это очень важно. Бог разговаривает через Писание. Он открывает наш разум, Он открывает наше сердце, и мы освящаемся от этого. Бог разговаривает через наших родителей, давая нам добрые советы. Не отвергайте этого. Слово Божие говорит, почитай Отца Твоего, и будете благой, будешь долголетен. Он разговаривает через советы других благочестивых христиан, которых вы можете увидеть, и в каком-то сложном вашем вопросе можете иметь собеседование, беседу, совет добрый. Он может через служителей наставить вас. Он может говорить вам, если вы имеете отношение с Богом, если вы им принадлежите, если вы ему сказали, Господь, я Твой, возьми жизнь мою, и войди в меня Духом Святым, и живи в мне. Он миром, умиротворением, внутренним, Духом Святым, может направить ваши стези на путь, который принесет вам благо. На этой неделе мы встретились на работе с человеком, который менялись, мы в автобусе, и я говорю, тебе новая прическа какая? Он говорит, да, моя же бывшая жена подстригала меня. Я говорю, вау, как получается? Он говорит, да, уже 19 лет мы с ней не живем. Я говорю, ты нашел другую женщину? Он говорит, нет, это не моя причина была, это моей жены, и я один живу. Уже 19 лет. Он меня спрашивает, ты сколько ж... У тебя есть жена? Я говорю, да, есть. А сколько вы с ней прожили? Я говорю, 42 года. 42 года? Он так удивился. Дорогие братья и сестры, я думаю, насколько мы счастливы, когда в вопросе нашего направления, нашего увлечения можем обратиться к Богу. Насколько мы счастливы, когда в вопросе избрания профессии мы можем к Богу обратиться и от Бога получить ответ через Писание, через внутреннее умиротворение, через совет благочестивых христиан, наших родителей, служителей, когда мы можем в вопросе супружества у Бога получить ответ. И тогда жизнь благословена здесь, на земле, и она имеет будущность. Если у вас путь не начался еще у креста Голгофы, друзья, сегодня время, а во сколько, в каком возрасте нужно начинать жизнь с Богом? Во сколько лет можно обратиться к Богу в молитве покаяния? В любое время, если вы меня сейчас слышите и понимаете, это будет началом благословенной жизни, началом, когда будет Бог управлять вашим сердцем, ваш разум займет, потому что Он имеет предвидение, потому что Он Бог. Это будет благо для вас. Дорогие братья и сестры, если вы в свое время отдали жизнь свою Богу и идете с Ним, вы с Ним построили, получили профессию, построили семью, имеете вот такую семью, церковь, не все имеют такое благо. Сегодня у нас молитва, когда мы можем поблагодарить. Мы склонимся, если в первую очередь могут выйти те, кто в жизни своей никогда с Богом не разговаривал, кто понимает, что я грешный, я Бог святой, и Он желает в жизнь мою войти, и Он управлять моей жизнью хочет. Вы можете выйти и помолиться. Дорогие братья и сестры, кто следует с Господом, кем Господь управляет, в ком Он живет и ведет духовной жизнью к вечности. У нас сегодня время поблагодарить. Не все имеют такое благо, не все познали. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. У Бога есть условия. Познавай Его, и Он направит стези твои. Ему слава ныне и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok